Я никогда не использовал в моей работе никаких шпаргалок, кроме непосредственно наглядной, схематичной информации и такого плана боевых действий, которые я в своих замечательных блокнотах выписываю, я готовлюсь к консультации. Я смотрю домашние задания, которые я давал. Я смотрю четко всю историю, все нюансы перед тем, как перейти к консультации. Держу их в голове. Это очень важно. То есть сделать такой обзор и прям записать это для себя. Что, какие позиции есть у клиента. Что, куда, соответственно, мы двигаемся. Куда, как бы, такой немножко схематичный план. Такая рыба. С одной стороны. Но каких-то карточек или какого-то тайминга, или там что-то, каких-то там подсказок, техник, они все в голове. Как-то вот, ну... В общем, не используя. Может быть, у вас есть какие-то приемчики, которые сразу собирают мысли в кучу, если вдруг по какой-то причине мысли зависли. Если вы говорите про меня, да, что у меня, как у консультанта, зависли мысли. А знаете, что нужно делать? А нужно держать себя в форме. Нужно готовиться к консультации. И готовиться не только, как я вам сказал, про блокнот, про записи, про, может быть, даже переслушать запись. Там, знаете, я это называю такая сонастройка по голосу. То есть, я включаю запись, и в моем подходе я записываю консультацию, и это является частью домашнего задания. Переслушивать нашу сессию. Это ускоряет нашу работу, делает ее более продуктивной. И вот перед консультацией я, допустим, включаю просто для того, чтобы услышать голос клиента и к нему как будто бы подключиться и сонастроиться с ним. Я работаю только в голосе. Я музыкант в прошлом. И для меня это очень важно. То есть, вот эту связь как бы установить. Кроме какой-то информации сухой и так далее. Значит, а готовиться нужно как? А нужно жить правильно. Все время. Нужно, как Андрис говорит, гомеостас свой восстанавливать. Нужно спать, нужно питаться, нужно избегать стресса. Потому что своей психикой, по сути, я работаю. Это мой инструментарий. Это то, чем я зарабатываю деньги. И я к этому халатно относиться не могу. Я должен спать. Я должен, как я уже сказал, ограждать себя от каких-то воздействий токсичных. Соблюдать психогигиену. Информационную гигиену. Да, вот эту инфохимию. Чистить всегда свое окружение. Четко чувствовать свое состояние настроения. Перед консультациями. Вставать там, не знаю, принимать контрастные души и пить чай пуэр. И чувствовать себя бодрым. И подготовленным морально, психологически, психически, эмоционально, физически и как угодно. Вообще-то, консультации. Тогда не будет подвисаний. Не будет никаких затыков. И не нужны будут никакие карточки, подсказки. Понимаете? Это со стороны просто кажется, что это вот... Ну, просто позвонил в скайп и полялякал там часок. Нет. Значит, что я советую начинающим специалистам? А, в общем-то, я и сам-то, можно сказать, не какой-то там корифей, гуру. Я тоже начинающий молодой психолог-консультант. Совет очень простой. Нужно держать себя в форме. Нужно работать с собственной сначала психикой, с собственной психоэмоциональной формой. А потом уже что-то выдавать на консультациях. Как говорится, не выходи в плохой форме на ринг. Тебе надают по голове. Вот. Но, как и во всем, чтобы избавиться от каких-то страхов или от какой-то неуверенности, вам просто, тупо, механически прям это нужно делать. Вот просто налет часов летчика-истребителя. Жопа часы. И все. Да, у вас будут удачные консультации. Будут неудачные. У вас будут довольные клиенты и будут недовольные. Вы должны к этому быть морально готовы. И это вас не должно демотивировать и способствовать тому, чтобы вы опускали руки. И там, это не мое, это не моя профессия. Тогда ничего не получится. Будет все. Вы просто должны делать. Чем больше, тем лучше. И никакими карточками, и даже никакими вот такими сухими как бы знаниями это не компенсируется. Это живая драка. Это, ну как сказать, это вот тут ты показываешь свой талант. А как ты можешь адаптироваться и применить или адаптировать свои знания, свои навыки именно под конкретную ситуацию и конкретного клиента, и под конкретный запрос, под конкретную историю и специфику этого клиента, какой-то контекст определенный. Вот это и есть мастерство, по сути, психолога. Чувствовать ситуацию и чувствовать людей. И куда этого человека вот конкретно сейчас сориентировать и повести. Это, ну как сказать, этому невозможно научить. Чувство ритма, его можно развить, если оно есть от природы. Так как я был с самого детства психологом, прежде всего, в своей семье сумасшедшей, я научился этому буквально прям вот с самого детства. Просто дальше я переходил как бы на следующие-следующие этапы своего, во-первых, интереса к психологии. И уже своих непосредственно профессиональных навыков, за которые я беру оплату. Это не просто по-ля-ля, по-ля-лякать с человеком. И твоя информация, она обесценена уже априори, потому что человек это, ну как бы делает, ну бесплатно, по дружбе. Он не видит в этом ценность, потому что не готов платить. Опыт, практика. И что можете посоветовать, если психолог столкнулся с тем, что консультация проваливается, что что-то идет не туда и не так. Пусть проваливается. У меня бывают, ну такие кейсы, когда я до последнего, в принципе, я слушаю человека, да, слушаю, слушаю. И я вот соображаю вообще, что ему сказать, только, не знаю, в последние 15 минут или в последние 10 минут. Я анализирую, я кручу, я пытаюсь услышать информацию не лингвистическую, не лингвистическую вербальную, а эмоциональную. От интонации человека, от его голоса. А что он на самом деле имеет в виду? И потом, вот в конце, в конце, в конце я уже выдаю. Да, а все 45 минут я сижу и думаю, блин, а я даже не знаю. Вот честно, а вот что сказать? Это нормально. Это не провальная консультация, это не провальный вариант. Это нормально.